Даже есть такая присказка «дышит полной грудью». Чтобы это сделать, мы надавливаем статично на эти места прикрепления. Проявляйте внимательность и деликатность к вашему пациенту. Мы прорабатываем всю длину прямой мышцы живота, подлезая под нее. Очень важно, чтобы вы в этот момент втягивали живот. Таким образом, упражнение помпа чрезвычайно полезно для этой мышцы. Итак, давайте посмотрим, где с ней работать. Здравствуйте, друзья и коллеги! Я Станислав Черноног. Вы на канале онлайн-школы векторного массажа и соматики. И сегодня мы поговорим про чрезвычайно важную тему. Это поперечная мышца живота. На самом деле, поперечная мышца живота – это та мышца, о которой вы, скорее всего, не знаете. И она имеет огромное влияние на вашу жизнь и на ваше здоровье. Если она не будет работать правильно, то нарушение в ее работе будет вести к огромному каскаду самых разнообразных проблем. Поподробнее. Это видео посвящено той мышце, которая не работает у большинства людей вокруг вас. Почему она такая важная? Дело в том, что это мышца, которая должна обязательно первостепенным образом включаться всякий раз, когда мы напрягаем брюшную стенку. Когда мы напрягаем брюшную стенку? Мы напрягаем брюшную стенку, когда дышим. Например, нам надо выдохнуть, и для этого мы напрягаем брюшную стенку. Или, например, мы поднимаем какую-то тяжесть. Или мы плотно покушали, и нам для того, чтобы тело могло нормально переварить пищу, надо иметь тонус в брюшной стенке, чтобы создать повышенное давление внутри брюшной полости. Все эти задачи должны решаться за счет напряжения брюшной стенки. Нормальная физиологическая реакция – это когда мышцы включаются одна за другой. Соответственно, если тело не может включить поперечную мышцу живота, оно не может включить все остальные мышцы, что разрушает работу всей брюшной стенки. Помимо вышеперечисленных последствий, такие как нарушение функционирования пищеварительной системы, избыточная нагрузка на поясничный отдел позвоночника, проблемы с выдохом, поперечная мышца живота, помимо этого, экстремально может нагружать поясничный отдел позвоночника. То есть, помимо того, что она не работает и дает дополнительную нагрузку на поясничный отдел позвоночника, если она не работает, она смещает поясничные позвонки друг относительно друга, что ведет к более высокому риску образования межпозвоночных грыж. Давайте поговорим о вещественных последствиях, которые вы сможете наблюдать на себе или на своих близких, потому что поперечная мышца живота работает не очень хорошо. По порядку. Пищеварительная система. Если пищеварительная система работает плохо, то вы извлекаете меньшее количество питательных веществ, микроэлементов, витаминов из той пищи, которую вы потребляете. Вы можете питаться совершенно нормально и испытывать недостаток ценных важных веществ, и это связано с поперечной мышцей живота. То есть, если вы питаетесь нормально и у вас плохо работает пищеварительная система, то у вас будет меньше сил, меньше энергии, меньше мотивации. Кроме того, вы будете испытывать проблему по пищеварению, такие как запоры или поносы, или газообразование, и, соответственно, это будет нагружать ваш организм, вашу иммунную систему, многое станет хуже. Соответственно, если мы говорим о проблемах с позвоночником, важным фактом является понимание того, что брюшная стенка перенимает на себя порядка половины той нагрузки, которая ложится на позвоночник. Если у человека не работает нормальным образом брюшная стенка, это будет приводить к тому, что у человека будут проблемы по пояснице, будут прострелы в таз и в ноде, соответственно, будут проблемы по мочеполовой сфере, условно, у мальчиков простатиты, у девочек проблемы с маткой или яичниками. Если не работает поперечная мышца живота, это избыточно нагружает позвоночник, что ведет к более высокому риску грыжеобразования, защемлению нервов, мучительным, очень распространенным болем по ногам, по тазу, по крестцу. Совершенно стандартная история, когда человек приходит с обострением, у него байлит поясница, у него простреливает в ногу, он не может встать, и мы полтора часа работаем с животом, с поперечной мышцей живота. Почему так? Итак, дело в том, что если она не работает, она выключает и поясничную мышцу, и квадратную мышцу поясницы. Посмотрите у нас на канале видео на эти темы. Поперечная мышца живота может оказать разрушительное влияние на состояние всех мышц поясницы. Поперечная мышца живота оказывает драматическое воздействие на дыхательную систему. Дело в том, что мы вдыхаем посредством напряжения диафрагмы, а выдыхаем посредством напряжения мышц брюшного пресса. Соответственно, если мы не можем выдохнуть, не можем выдавить воздух из лёгких, это приводит к тому, что у нас нет горизонта дальнейшего вдоха. Мы не можем вдохнуть глубоко, поэтому у нас постоянный недостаток энергии, поэтому люди с неработающей поперечной мышцей живота находятся в апатии и в унынии. Соответственно, в тот момент, когда поперечная мышца живота включается, она помогает человеку выполнить полный выдох. Это приводит к тому, что человек более эффективно завершает дела в своей жизни. Это приводит к тому, что у него появляется пространство для вдоха, и у человека становится больше энергии, больше сил, он более мотивирован и более успешен. Даже есть такая присказка «дышать полной грудью». Возможно дышать полной грудью исключительно в том случае, если поперечная мышца живота находится в нормальном состоянии. Для того, чтобы проверить, насколько у вас работает поперечная мышца живота, вам придется лечь на спину и поднять голову. Если в тот момент, когда вы поднимаете голову, живот у вас надувается, это говорит о том, что поперечная мышца живота у вас не работает. Кроме того, вы можете себя проверить на функциональность поперечной мышцы живота в следующий раз, когда вы будете чистить зубы. Если вы наклоняетесь и у вас вываливается живот, то это говорит о том, что поперечная мышца живота работает неправильно. Давайте теперь разберемся, где она расположена и как с ней работать. Располагается она глубже всех остальных мышц брюшного пресса. Она располагается глубже, чем прямая мышца живота и внутренние и наружные косые мышцы живота. Эта мышца прикрепляется по грудопоясничной фасции по спине. Кроме того, она прикрепляется к поверхностям ребер, к боковым их краям. Кроме того, она прикрепляется по подвздошной кости и в некоторой степени по лобковой кости. Мышцы, двигаясь от поясницы, обхватывают корпус и длинные сухожильные волокна срастаются по белой линии живота. Соответственно, если у человека есть проблемы по белой линии живота, есть диастаз, расхождение, то это может быть причиной неблагополучия поперечной мышцы живота и в обратную сторону. Неблагополучие поперечной мышцы живота может приводить к возникновению диастаза, то есть расхождение белой линии живота. Я предлагаю вам два различных уровня работы с поперечной мышцей живота. Во-первых, вам придется проработать все места прикрепления этой мышцы. Во-вторых, вам придется применять некоторые упражнения для того, чтобы научить тело помнить о существовании этой мышцы и приучить тело держать ее в постоянном тонусе. Давайте начнем с мануальной работы. Подчеркну, что именно поперечная мышца живота должна находиться в постоянном тоническом напряжении. Если и по каким-то причинам она находится в недостаточном тонусе, это является ярким признаком неблагополучия. Поперечная мышца живота относится к постуральным мышцам, к мышцам, которые поддерживают человеку осанку. Соответственно, именно для постуральных мышц необходим постоянный уровень тонуса. Он не должен быть избыточным. И, что еще более важно, он должен быть достаточным. Итак, давайте посмотрим, где с ней работать. Во-первых, необходимо проработать места прикрепления ее по подвздошной кости. Она крепится к внутренней губе подвздошной кости. У нас есть три губы. Внутренняя, наружная и медиальная. Вот мы работаем по внутренней, которая расположена максимально глубоко по подвздошной кости. Будьте аккуратны, эти места чрезвычайно болезненны в случае проблем по этой мышце. Мы заходим основанием ладони глубоко во внутреннюю поверхность подвздошной кости. Имейте в виду, что там проходят очень чувствительные нервы. Именно с этими нервами может быть связана болезненность. Вы заходите максимально деликатно и внимательно. Если пациенту болезненно, уменьшаете нагрузку, устанавливаете контакт с пациентом, чтобы пациент на вас смотрел, чтобы вы видели, что с пациентом происходит. И снижаете нагрузку до тех пор, пока пациенту не станет комфортно. Я работаю с местами прикрепления. В случаях неблагополучия поперечной мышцы живота места прикрепления бывают воспалены, и там существуют отечные процессы. То есть эти ткани набирают избыточное количество жидкости, и для нас принципиально важно убрать эту жидкость из мест прикрепления. Для того, чтобы это сделать, мы надавливаем статично на эти места прикрепления, физически выдавливаем жидкость из мест прикрепления, и в тот момент, когда мы отпускаем, свежая лимфа, свежая жидкость заходит в эти места и восстанавливает эти места прикрепления, и стимулирует рост правильных волокон. То же самое можно сказать по работе с реберными дугами. Мы работаем не на реберных дугах, а мы работаем по самому краешку ребра. Опять же, здесь может быть очень болезненно. Проявляйте внимательность и деликатность к вашему пациенту. Если вы работаете с собой, ни в коем случае не относитесь к себе на плевательстве. Понимаете, что вы работаете с серьёзными вопросами, и если тело выводит вам высокий уровень болезненности, значит, вы делаете что-то не то или не так. Особо интересно для нас будет представлять место прикрепления поперечной мышцы живота к квадратной мышце поясницы. Посмотрите наше видео, посвящённое квадратной мышце поясницы. Надо понимать, что апоневроз поперечной мышцы живота напрямую крепится к квадратной мышце поясницы. Таким образом, мы проработали места прикрепления по подвздошной кости, проработали места прикрепления в поясничном отделе позвоночника. Эта работа будет очень похожа на работу с квадратной мышцей поясницы. Теперь нам необходимо проработать поперечную мышцу живота в тех местах, когда она ныряет под прямую мышцу живота или в тех местах, где она в нижней части находится на прямой мышце живота. Мы это делаем, подныривая под прямую мышцу живота, отделяя этим образом одну мышцу от другой. Мы прорабатываем всю длину прямой мышцы живота, подлезая под неё, высвобождая волокна поперечной мышцы живота от окружающих тканей. Именно это движение показано в случаях диастаза или расхождения белой линии живота. Уделите именно на это движение наибольшее внимание. Заключительным массажным движением на поперечную мышцу живота будет работа по её волокнам. Надо понимать, что это мышца, которая имеет довольно большой апоневроз с задней стороны. То есть она начинается, мышечные волокна начинаются на уровне середины боковой части, ниже, назад идут фасциальные волокна. И аналогично спереди расположены в основном фасциальные волокна, сухожильные волокна. Таким образом мышцы располагаются, мышечные волокна расположены где-то по боковой поверхности корпуса, по боковой поверхности живота. Именно с этими волокнами нам и нужно поработать. Рекомендовано делать это на масле, потому что эти места часто бывают болезненны, кожа бывает болезненна. Надо сказать, что это движение одновременно с работой по поперечной мышце живота чрезвычайно продуктивно для состояния толстого тишечника. Соответственно, именно толстый тишечник может выключать поперечную мышцу живота. Таким образом, это движение будет лечить вам и толстый тишечник, и поперечную мышцу живота. В некоторых случаях у пациентов есть острые болезненные точки по боковой поверхности. Их надо замечать, и их надо аккуратненько, медленно, неспешно прорабатывать до исчезновения болезненности. Второй очень существенной частью работы по поперечной мышце живота будет практика. Я бы сказал, что массажные движения прекрасны, но если вы не будете или ваши пациенты не будут практиковать упражнения на поперечную мышцу живота, результат находится под большим сомнением, если вообще достижим. Что мы делаем для того, чтобы ее тренировать? Во-первых, вы должны понимать, что всякий раз, когда вы напрягаете пресс, вы должны прежде всего втянуть живот. Каждый раз, когда вы напрягаете живот, и живот у вас вываливается, вы способствуете разрушению поперечной мышцы живота и разрушению состояния брюшной полости и состоянию мышц пресса. Первое, что вам надлежит для себя усвоить, каждый раз, когда вы напрягаете пресс, вы должны втянуть живот. Вы это делаете всякий раз, когда наклоняетесь, например, вперед. Вот вы чистите зубы, наклонились вперед над раковиной. Очень важно, чтобы вы в этот момент втягивали живот. Это будет наилучшим упражнением на повседневную жизнь, которое через некоторое время приведет вас к изменению формы живота и к изменению состояния органов брюшной полости. К слову сказать, в упражнении помпа мы напрямую задействуем поперечную мышцу живота. Дело в том, что в тот момент, когда мы задерживаем какое-то количество воздуха и начинаем то надувать живот, то втягивать его, в момент надувания живота мы напрягаем диафрагму и расслабляем брюшную стенку, в момент втягивания живота мы прежде всего напрягаем поперечную мышцу живота, а уже во вторую очередь все остальные мышцы брюшной стенки. Таким образом, упражнение помпа чрезвычайно полезно для этой мышцы. И, наконец, изолированное упражнение, которое я вам сейчас покажу, которое я рекомендую вам выполнять каждый день на протяжении 2-3 минут до тех пор, пока вы не будете удовлетворены состоянием своей брюшной стенки. Как правило, хорошие результаты достигаются в течение 1-2 недель. Если у вас есть проблемы, если брюшная стенка не меняется, то вам надо искать какие-то более глубокие причины. И финальное упражнение, которое обладает наибольшей эффективностью по сравнению со всем, что мы с вам сейчас рассказывали, это упражнение, когда вы лежите на спине, сгибаете ноги в коленях. Ваша задача – втянуть живот, втянуть промежность настолько сильно, насколько это вообще возможно. Втягиваем живот и промежность, и при этом продолжаем дышать. Само по себе дыхание при втянутом животе и промежности является методом тренировки этой мышцы. Если у вас получается дышать легко и естественно при втянутом животе и промежности, вы начинаете приподнимать голову. Некоторые из вас обнаружат, что держать поднятую голову, одновременно втягивая живот и промежность, будет затруднительно. Найдите именно такую степень напряжения мышц шеи, именно такую степень подъема головы, чтобы у вас получалось одновременно дышать и втягивать живот и промежность. В некоторых случаях это может быть просто намерение приподнять голову, то есть голова фактически не приподнимается, но вы немножко напрягаете переднюю поверхность шеи. Для продвинутых пользователей это история, когда вы держите голову и, может быть, даже приподнимаете плечи на протяжении нескольких минут. Не торопитесь. Очень важно понимать, что эта мышца слабая, плохо осознанная, и если вы будете форсировать события, то вы не причините себе пользу, а причините себе вред. Таким образом, прежде всего следите за состоянием того, насколько вы втянули живот и промежность, насколько у вас получается дышать и насколько наличие усилия по передней поверхности туловища приводит к тому, что живот начинает вываливаться. Если у вас получается удерживать втянутый живот, значит, вы делаете все правильно. Обращаю ваше внимание, что вначале вы можете с удивлением обнаружить, что живот, пресс болит. Это будет совершенно другая необычная болезненность, это будет совершенно иная чувствительность по этим местам. Прежде всего будет болеть снизу живота, это будет мышечная боль. Не пугайтесь этого, это означает, что вы дали слишком много нагрузки, и вам надо замедлиться и ослабить те усилия, которые вы применяете, чтобы привести себя в порядок. Эта мышца глубокая, плохо осознаваемая, поэтому требует регулярной, длительной работы над собой. Ну и в завершении хочу подчеркнуть, что эта мышца, несмотря на то, что она очень маленькая по объему, никто не знает про ее существование, она, если вы ее тренируете, если вы будете выполнять те упражнения, которые вам рекомендую, существенно улучшит ваше здоровье. Она улучшит ваше пищеварение, улучшит ваше настроение, улучшит вашу фигуру, улучшит состояние вашего опорно-двигательного аппарата, и вообще много что изменится в лучшую сторону. В теле человека есть очень узкие и сложные места, которые требуют профессиональной помощи, которые требуют буквального глубокого понимания, как они возникли и как с ними работать. Поперечная мышца живота формирует проблемы, которые решаемы посредством простых массажных движений, которые мы показываем в этом видео. Если бы люди знали о том, как тренировать поперечную мышцу живота, как ее лечить, у них бы не возникло огромного количества проблем, или бы занимались по-настоящему важными и серьезными историями. Именно поэтому я призываю вас заниматься поперечной мышцей живота, отправить это видео вашим друзьям и коллегам, для которых вы видите, оно будет полезно. А также я признателен всем, кто досмотрел это видео до конца, потому что самое ценное мы, как всегда, даем в самом конце. Поставьте лайк этому видео, если вы сочли его полезным и интересным для себя. Мы продолжаем снимать наш любимый сериал про самые хрупкие места нашего организма и запустили новый сериал «Самые важные места нашего организма». Поэтому обязательно подпишитесь на наш канал, для того, чтобы иметь прямой доступ к этим видео. А с вами, как всегда, был Станислав Черналук, автор и создатель школы векторного массажа и соматити и одноименного канала. Канала, где мы вас учим быть здоровыми, где мы вас учим делать массаж и зарабатывать на этом хорошие деньги. До новых встреч, друзья. До свидания.